всем доброго дня сегодня у нас а и 55 11 год 3 литровый турбодизель точно такой же как на махав пробег 287 там с копеечками выскочил чек человек владеет им три года за эти три года он говорит чек загорелся впервые специально не глушил приехал чтобы горел чек ну хотя это даже было не ничему потому что блок управления осталось бы ошибка все равно ошибка у нас по высокому давлению топлива ошибка п 0088 эта ошибка высокое давление топлива в большей части всегда причиной является регулятор вот он смотрите у нас на рампе то есть на и 55 здесь попроще потому что на киа махав двигатель вот так стоит туда развернут и получается он вот здесь в углу и вытащить его очень сложно то есть на x55 он вот он пожалуйста здесь а вот на киа махав это более сложную вытащить также он обслуживается у нас уже не один год я не помню ну наверное сначала покупки в районе трех лет 25 тысяч назад здесь на этой машине снимался двигатели менялись цепи менялись все ролики ремни топливный фильтр регулятор регулятор тоже говорят что менялся менялся менялась помпа и вот то есть эти 25000 он проездил без проблем и вот сейчас выскочила ошибочка покажу сейчас вам как она выглядит он удивлен тем что чего вдруг то есть 25000 назад мы мыли и опять же вроде бы как забился до этого то есть уже симптомы были что был потеря мощности чек не выскакивал была пауза при нажатии на педаль газа так сейчас я попробую его найти так x55 год у нас 11 3-х литровый по двигателю сажевого фильтра здесь еще нету этот дори стайл вот у нас ошибочка висит сейчас регулятор находится в аварийном состоянии чаще всего при сбросе этой ошибки проявляется стук топливных портунок то есть работать начнет громче не знаю как это будет здесь я попробую сбросить да чуть-чуть чуть-чуть стало сильнее то есть мы сбросили ошибку перевели его в нормальную работу давление топлива подскочила и топливные форсулочки застучали так в принципе все здесь что там привез о это обогрев на гранд старых а это топливный воздушный фильтр я думал ты мне на этот миссиси артрек привез фильтр ладно армстрек тебе так ладно когда машина стоит защите по низкому давлению высокому по турбокомпрессор неважно по какой причине стоит дальнейшая диагностика не делается то есть это неправильно смотреть как работает турбин или что-то такое потому что работает она не в полную силу и параметры и и будут неверные поэтому сейчас мы будем устранять сперва причину а потом уже причиной причины у нас может быть ну большей части большей части причиной является попадание грязи частиц фильтрующего элемента там нельзя песок грязь все что угодно попадают именно забивают сетку на регуляторе может быть это была некачественная замена топливного фильтра это был некачественный топливный фильтр это просто даже заправка то есть где-то прям попалась грязь и все и забил но также остается процент того что причиной является сам регулятор то есть это тоже бывает даже бывает такое что сейчас мы все поменяем все делаем правильно и после всего машина начнет работать неровно дело в том что регулятор если на нем есть где у нас и глаз садится то есть седло если там был какой-то налет и ультразвуком он отмывается отмываются вот эти раковины и потом начинает работать неровно ну надеяться будем на лучшее с променяем топливный фильтр даем ей поработать выгоняем воздух из системы а потом уже будем снимать регулятор разъема здесь пока не вытащишь корпус снять невозможно ну вот она вылез почему-то вот этот хомут у нас находится в открученном состоянии непонятно почему бросим его пока здесь может он не стал не хотел закручиваться все помято все может болт перестал крутиться фильтр оригинальный все вроде хорошо сейчас сольем комочку посмотрим что там у нас о фигасе вы загрузили форда вот он наш ford работает моторы пружины это градусторах сзади ухты ой 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 не сгниет ну вот смотрите видите то есть оттуда прям грязюков выливается и люди уделяют почему 25000 назад мы помыли регуляторы вот сейчас здесь снова вот такая штука хорошее топливо так это у нас это я с грандстаркса снял сегодня сгорел обогрев на грандстарксе заклеили каким-то клеем но клей не выдержал и проблема продолжилась тут ничего не видно так ладно сейчас это воздухом продаем и назад и фильтр резиночки все как всегда смазываем чуть-чуть прям спера датчика воды так проще почувствовать момент затяжки резьба у нас же пластиковая то есть сейчас мой фильтр устанавливаем на место заводим машину все прогоним если даже какая-то грязь системе где-то осталось то тоже воздух вы выгоняем только потом снимаем регулятор защелкнулся сейчас заводим поработает выгонит всю грязь то что у нас проскочит сейчас в рамп а потом уже все будем чистить и мыть сейчас снимем корпус не корпус верхняя часть корпуса воздушного фильтра потому что вот там идет выброс есть предположение что хомут ослабший вот клиент попросил обратить внимание на это посмотрим что-то получится не получится у нас сделать может правда ослабленный или лопнутый то есть прежде чем растаскивать здесь везде грязь и пыль потому что регулятор не будем снимать час сниму спера здесь сразу проверю в чем там дело и сразу проверим датчик массы расхода воздуха на наличие грязи в нем не удивлюсь что все 280 тысяч там никто нигде не лазил ничего не делал вот этот хомутик опасный не идет время 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 не дает и жизни закрою и вот он получается на 8 но надо маленькую головочку выброс прям такой довольно серьезный так визуально этом не вижу ну да болтается ослабший если прям за патрубок я трогаю то весь патрубок ходит ходу он просто ослабший ну вот я отмыл ее чистенько сейчас то есть если в дальнейшем выброс будет также с корпуса смыл полностью со всей турбины если будет выброс дальнейшем это будет видно но хомут по факту был откручен слабый не знаю по каким причинам и случилось что это было не снимается хомут я знаю что сейчас сломается и потом не его взять будет негде поэтому помою я вот отсюда изнутри сейчас туда разъем стопленной форсунки снимаем вылезла обратно чуть уберется в сторону сейчас здесь конечно очень опасно есть большой риск отломать на топленной форсунки разъем вот и иногда не хватает затяжки вот на клапанной крышке есть отворачивать всегда один бокс неважно это мохов или их 55 сейчас даже уже соната стали втыкать такой мотор болтик откручивался туда смог подлезть ключик вот он же и сейчас будем отворачивать так еще раз продум вот он свободно пошел ключ тоже пришлось подпилить потому что отдельно он не предусмотрено то есть его откручивание откручивается он у нас со съемом топленой рампы производится его замена так вот вылез регулятор и смотрим на сеточку ладно но не так чтобы прям вообще бывает гораздо гораздо хуже поэтому сейчас поставим мыть его бросим у нас помоется поставим и будем надеяться что все будет отлично у нас после моечки здесь по месту прилегания утечки нет ничего не видно раковин нет все хорошо то есть помыли почистили сейчас назад его туда вставляем по старой привычке выбрал grand star x и начинаю делать диагностику но у нас общая масса то есть в основном это grand стартся 2 и 5 дизеля разных годов то есть от 8 там до 22 года основная такая масса как бы идет что-то у нас поток данных ну допустим а из 55 очень мало приезжает они все-таки по наверно в отличие от махауа здесь как-то видимо двигатель менее нагруженный и ну то есть они приезжают крайне редки если допустим кимахов начали приезжать где-то от 150 там до 200 тысяч примеру там с какими-то небольшими проблемами мелкие то а из 55 они стали где-то 200 и вот до 300 то есть какие-то вот проблемы то есть возникает получается изначально 250 тысяч прошел машина прошла без каких-либо проблем и потом вот вроде бы там цепь ролики сменили то есть так ладно 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 сейчас посмотрим что тут у нас есть так это по сегменту насос из регулятор видагент так давление все ровненько у нас 25 давление надува 1015 норма это близ быстро-быстро побежала куда-то температура на пуске агенов расход воздуха не вижу расход 5 5 5 5 норма расход воздуха 58 тоже норма нагрузка здесь кстати здесь нагрузка у двигателя трехлитрового допустим если мы сейчас нагрузку наблюдаем там 38 40 процентов двигателя и берем рядную там четверку любую неважно любой объем то у них нагрузка должна быть не выше там 29 то есть в идеале это где-то наверное от 15 до 20 вот так по нагрузке но здесь то есть 38 40 это норма для него регулятор тоже показывает все хорошо что посмотрим как будет давление сбрасываться на сбросе работает мягенько вопроса вроде бы как нет сперва давление надува должно дать 16 14 мало дал 15 еще раз все отлично 16 у нас есть теперь следим за сбросами регулятора то есть даем газу и нет ли паузу в сбросе давления или большой ступеньки то есть там от 100 до 40 или что-то еще 90 60 50 40 25 все отлично вопросов 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 вроде как нету так запуск так лучше чуть за звук что там у нас решили продолбить какую стенку все работает все обошлось слава богу регулятор целый сбрасывает он после чистки отлично то есть и с давлением топлива по всем остальным тоже агрегатам у нас тоже все хорошо поэтому не будем мешать работать машине сделали сейчас все что необходимо я более чем уверен что у клиентов вопросов не возникнет потому что динамика сейчас машины подымется то есть лучше будет подхват с низов и расход топлива тоже должен упасть рекомендации принципе получается нет поэтому все оставляем как есть ну все всем пока до новых встреч а и 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